Садясь в автобус, мы фактически заключаем договор об оказании транспортных услуг. С этого момента наши жизнь, здоровье и имущество являются застрахованными. Причем в случае с официальными транспортными компаниями действуют сразу два закона. Об ОСАГО и об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. По правилам, перевозчик обязан предоставить пассажиру информацию о компании, где застрахована его ответственность. Но не все выполняют простое требование. К примеру, в этом междугороднем автобусе висит копия лицензии, правила пассажирских перевозок, но информации о страховке нет. Водитель заверяет, было точно и лихорадочно листает бумаги. В соседнем автобусе напротив, копия договора на видном месте. Без договора по 67-му федеральному закону, без этого полиса в принципе запрещено всем пассажирским перевозчикам перевозить пассажира. Пассажирам нужно заранее интересоваться, пользуются ли они услугами транспортной компании добросовестной или недобросовестной, чтобы в будущем не возникало тех пор. А если пассажир, например, точно знает, что нет договора страхования, то и нет смысла обратиться в Ространснадзор, потому что именно это федеральному закону власти контролирует выполнение этого закона и контролирует наличие страховки. По договору о страховании ответственности перевозчика, родственники погибших могут получить чуть более 2 миллионов рублей. А компенсация за вред здоровью будет рассчитываться, исходя из постановления правительства России. Например, за перелом ключицы или лопатки можно получить около 140 тысяч рублей, за перелом предплечья – до 200 тысяч. Руководитель Сибирской ассоциации страховщиков Сергей Якименко объясняет, пострадавшим и родственникам погибших нужно обратиться в ту компанию, где была застрахована ответственность перевозчика. В случае причинения вреда здоровью по специальной таблице выплаты в страховой компании на основании документов, представленных из органов здравоохранения, посчитают по каждому пункту, по каждому повреждению, какой предсчитается размер выплаты, и деньги будут уже выплаты. Обратиться за выплатами по ОСАГО можно будет после того, как суд определит виновного в ДТП. Компенсация по этому виду страховки составляет до полумиллиона рублей. Но и то только в том случае, если страховой полис был приобретён после 1 апреля этого года. Кстати, по предварительным данным, страховка водителя микроавтобуса датировалась декабрём. А значит, и правила будут действовать старые. Выплаты составят не более 160 тысяч. Если пострадавший был единственным кормильцем в семье, и у него среднемесячный доход такой высокий, то, в принципе, до такой суммы предусмотрена компенсация. Если, соответственно, у него был меньший доход, то в размерах дохода. И если человек не работал, то в размере минимального оплаты. Всё. Это закон. Для получения выплаты в страховую компанию нужно предоставить заявление, документ удостоверяющий личность, справку из ГИБДД и медицинского учреждения. В случае с аварией в Балахтинском районе страховщики решили пойти навстречу пострадавшим. Информация от госавтоинспекции поступит в компанию автоматически. А юристы, в свою очередь, напоминают, люди имеют право требовать возмещения не только физического вреда. Каждый имеет право потребовать непосредственно с перевозчика и сумму компенсации морального вреда, поскольку непосредственно действиями перевозчика, нарушившему правила дорожного движения, как владелец источником повышенной опасности, причинены морозные физические страдания. Кстати, билет на автобус – необязательный документ для получения страховой выплаты при аварии. Если происшествия оформляли сотрудники госавтоинспекции, то справки из ведомства будет достаточно. Анна Московских, Всеволод Никитин. Новости.